Здравствуйте, друзья! Сегодняшний выпуск, как вы поняли из названия, посвящен компании Даггер, которая появилась в магазине Резать.ру. Ножей сегодня много, как в старые добрые времена будем открывать коробки и не будем затягивать. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как я уже сказал во вступлении, компания Даггер Найвз это новый бренд для нашего магазина, но вам он уже должен быть очень хорошо знаком, ибо очень многие из вас под многими нашими роликами пишут про эти ножи, и в частности под роликом про кинжальные клинки вы писали, что как же так можно было снять это видео без ножей от компании Даггер. Спасибо большое, друзья! Мы прислушались к вашему мнению, и теперь Даггер есть в ассортименте Резать.ру. Ножей сегодня будет очень много, это первая часть про ножи Даггер. Тайм-коды будут в описании, так что если не хотите долго прям вот все от начала до конца смотреть, щелкайте по тайм-кодам и знакомьтесь с ножами, ну мимолетно. Ну что ж, давайте открывать коробки. Начнем сегодня с простого, начнем сегодня с Discover Line, это бюджетная линейка вот компании Даггер. Ну и для начала давайте мы их все откроем, да, а потом уже о них подробно поговорим. Ну что ж, вот пожалуйста перед вами сейчас некоторые представители линейки Discover. Если быть точным, то здесь такие модели как Якудза, Филдер, также представлен здесь Резидент, также представлен Урбан 2 и также представлен Вокет в оранжевом цвете. Обратите внимание на вот цветовую гамму этих ножей, да, давайте я вам один из них вот поставлю вот так, чтобы вам было приятнее все-таки лицезреть картинку на экране. И вот тут сразу бросается в глаза схожесть по концепции с некоторыми мировыми производителями, да, но, друзья мои, но ключевое отличие, что на день записи этого видео эти ножи стоят до трех тысяч рублей или, если быть точным, то в районе 26-25-9 долларов. Почему я сказал еще про цену в долларах? Потому что компания Даггер на сегодняшний день одна из немногих, кто представлен, скажем, на том же самом рынке США, что не может не радовать, так как подобное, в общем-то, действо, да, но сегодня, скажем так, крайне затруднено. Говоря про Discover Line, нужно понимать то, что это действительно бюджетные, это действительно простые по материалам ножи, но при всем при этом, друзья мои, я должен сказать сразу такую вещь, то, что эти ножи, они максимально конкурентно способны, ну, хотя бы с такими брендами, как Бёрд от компании Спайдерка, который, на мой взгляд, на сегодняшний день максимально устарел, максимально уже вот доживает свои последние дни. И честно скажу, что вот с этими ножами Бёрд, в моем понимании, по качеству и по тому, как это, в принципе, сделано, тягаться абсолютно не может. Да, не может, почему? Ну, потому что, во-первых, действительно сделано там все, ну, так себе. Плюс нынешний ценник, он говорит о том, что, в общем-то, за эти деньги можно купить откровенно что-то поинтереснее. И вот, пожалуйста, вам, что называется, поинтереснее. Да, вот такие вот интересные ножики из Discover Line от компании Dagger. Что касаемо материалов, да, я сказал, что здесь все просто, здесь 8 Chrome 14 Molybden Vanadie на клинке, здесь у нас стальные лайнеры с пластиковыми накладками, и, конечно же, фирменная даггеровская вот эта вот клипса, которая, в общем-то, являет собой вот такой вот орущий череп, да, и, в общем-то, популяризатором подобных клипс, именно вот в виде черепов, в том числе и кричащих. В свое время, кстати, выступал небезызвестный тоже ножевой мастер-дизайнер Рамон Чавес с его моделью Redemption, да, по-моему, там чуть ли это была не первая модель, на которой, в общем, у нее появилась такая клипса. Говоря про, ну, вот, например, конкретный экземпляр, это у нас с вами модель Resident, да, ну, вот, если мы с вами сейчас просто возьмем вот так вот, закроем рукоять и скруглим отверстие, то мы с вами здесь увидим, в принципе, клинок от Spider-Catinace, и вот тут же, опять же, еще раз задаемся одним и тем же самым вопросом, а зачем тогда сегодня нужен Tenacious? Причем, вот, опять же, вспомню видео про кинжальные клинки, да, компания Dagger, собственно говоря, Dagger с английского это кинжал, и вот обратите внимание, что здесь, в принципе, клинок переосмыслен, да, с кинжальной формы, но здесь прямые спуски от обуха, и, в принципе, это вот такой у нас с вами резачок. Ну, а если говорить уже про, скажем так, более хищные именно уже кинжальные формы, приближенные, скажем так, к каким-то более-менее симметричным, да, линиям, то вот, пожалуйста, есть вот такая вот моделька, которая называется Urban 2. По форме, конечно, клинка здесь мое почтение, да, в принципе, компания Dagger в свое время, выходя на рынок, по-моему, с моделью Arrow, если мне не изменяет память, если наврал, поправьте в комментариях, вот она, собственно, и заходила вот с этой самой кинжальной формой клинка, потому что Dagger, кинжал, и, в общем-то, тогда этот нож нашел как море критики, да, так и море, в общем-то, восторгов, потому что и когда компания только-только выходила на рынок, да, эта форма, в общем-то, сама по себе заинтриговала, плюс, опять же, отечественный производитель, и достаточно много факторов тогда сошлось, за счет чего, в общем-то, компания сегодня, слава богу, процветает. Ну и, скажем так, подводя уже какой-то итог по линейке Discover, я могу сказать так, друзья мои, что это максимально эргономичные ножи, это максимально дружелюбные ножи, максимально простые, и это вот тот самый нож, который, в общем-то, имеет право на то, чтобы быть первым в коллекции, первым на кармане, да, и быть первым именно рабочим ножом. Да, здесь, скажем так, не самые выдающиеся габариты, но, тем не менее, все сделано для того, чтобы каждый из вас мог найти себе нож по вкусу, по цвету, по форме клинка, и, в общем-то, все это еще и стоило бы абсолютно демократичных денег. Я отмечу, что, вот опять же, есть вот формы клинка, как танто, да, также, вот я уже показывал вам кинжалоиды, также есть еще и вот такие вот версии с полусерейтерной заточкой, да, опять же, кому-то нужно, и вот, кстати говоря, учитывая, что полусерейтерная заточка сегодня, в принципе, сходит потихонечку у производителей на нет, да, компания Даггер вот продолжает ее делать, что, в общем-то, ну, является их плюсом, да, скажем так, плюсиком в карму за это, потому что, правда, иногда это нужно. Говоря по эргономике, вот отмечу как раз-таки подпальцевую выемку и флипер, друзья мои, как здесь это все работает, да, здесь максимально глубокая подпальцевая выемка, плюс присутствует широченная, огроменная подпальцевая насечка на обухе, так что, в общем-то, упираться большим пальцем в обух, здесь максимально комфортно, удобно и, в принципе, это вот, ну, что касаемо эргономики, да, эти ножи, на самом деле, вот ровно под мою руку, то есть, это вот ровно те габариты, которые я люблю и, в общем-то, максимально уважаю. Те, кто смотрит канал давно, прекрасно знают, что я испытываю некую слабость к ножам небольшим. И вот как раз-таки следующий нож, он также будет небольшой, это Card Knife от компании Dagger. Да, и вот тут, опять же, упомяну, что в свое время компанию Dagger многие сравнивали с компанией Spider. И я так понимаю, что, в принципе, вдохновение, конечно, от этой компании было, потому что вот подобный нож, да, нож типа кредитной карточки, он также был в каталоге компании Spider. И назывался он, по-моему, Spidecard или Spidercard, как-то так. Если кто не видел, вот картиночку сюда вставлю, посмотрите. Здесь уже штука такая, на самом деле, максимально и десишно, как сказать, дружелюбная, да, потому что много места не занимает, каждый день с собой носить такое можно, нужно и, как такой вот хороший, скажем так, помощник на каждый день, да, вот этот нож, он, в принципе, он со своей ролью максимально справится. Говоря про материалы, здесь у нас с вами уже все немножечко поинтереснее, здесь карбоновая лицевая плашечка, плюс это все на титановой вот такой раме с титановым вот таким замочком. В этом самом замочке у нас присутствует шарик детента, который дает какую-никакую механику и запирает клинок в сложенном состоянии. Ну и особенностью данного ножа также является еще и односторонний спуск, односторонняя заточка. Что касаемо правки этого ножа, в общем, бояться здесь нечего, правиться это все достаточно просто и понятно, нужно только будет приноровиться. Ну и, конечно же, отмечу еще такой момент, это комплектация ножа, поставляется нож вот в таком вот чехольчике фирменном Dagger Knives, такой вот зелененький, в общем, практически под цвет сегодняшнего ножа. И у этого чехольчика есть достаточно большой плюс, вот эта часть, она магнитная, и этот чехол магнитится совершенно беспроблемно к мобильным телефонам, как вот у Apple на MagSafe есть такой кошелек для карточек. Вот Dagger Knives сделали такой вот нож-карточку с таким же кошелечком, так что если у вас iPhone с MagSafe, можете вот это вот спокойно туда магнитить. Ну и в чехольчике это вот так вот выглядит и достается, в общем-то, тоже абсолютно без проблем за осевой винт. Ну и говоря про механику, здесь, конечно, друзья мои, она, скажем, прямо не какая-то суперская, да, потому что все-таки старались здесь все притянуть максимально, чтобы нож был максимально тонкий, так что, в принципе, большим пальцем открывается все без проблем, но, скажем так, каким-то резким движением, конечно, надо приноровиться, да, ну вот спайди флипом все открывается тоже абсолютно без проблем. Прикольный аксессуар, вот в моем понимании это что именно что аксессуар, стал бы я лепить его на телефон, будь у меня телефон с такой функцией, наверное, нет, а таскал бы где-нибудь в рюкзаке на всякий, что называется, случай, вдруг пригодится. Забавно, забавно и, в принципе, учитывая, что в свое время у Спайдерка данный нож пользовался огромной популярностью, да, я не сомневаюсь в том, что у Даггер Найвс этот нож также будет пользоваться и уже пользуется огромной популярностью, как и, в принципе, все их ножи, и честно меня вот действительно поражает эта популярность Даггеров. Я, правда, удивлен, но, в общем-то, действительно качественно сделанные, относительно бюджетные ножи с достаточно приятным и в чем-то знакомым дизайном. Что ж, переходим к классике, друзья. Следующие два ножа это модель Arrow. Arrow это прям вот, что называется, квинтэссенция компании Даггер. Взял я сегодня две версии. Одна вот такая на красной рукояти с флиппером и с черным клинком, закатанным в DLC, как подсказывает нам коробочка, и второй нож это у нас с вами такая вот прям классика-классика. Это вот такой вот черно-белый, да, черная рукоять из G10 с стоунвошенным клинком. По материалам у обоих этих ножей Д2 на клиночке, стальные лайнеры и, в принципе, так же, как и на многих моделях, да, вот это вот стальная клипса гнутая вот в виде черепа. Ну, вернее, такая гнут фрезерованная. Клипса здесь, сразу же говорю, очень жесткая, прям конкретно жесткая. Так что нож-карман будет кушать, дай бог. И готовьтесь к тому, что джинсы ваши этого не выдержат, но я думаю, что всегда клипсочку можно немножко ослабить. И вот еще, кстати, такой момент касаемо клипса очень забавный. Вот не знаю, получится вам это показать или нет. Там вот под глазами, да, вы видите крепление на винты и эти винтики анодированы в синий цвет, а внутри, вот где, собственно говоря, само гнездо для торекса, да, там они анодированы в цвет красный, что, в общем-то, тоже такая вот небольшая прикольная фича. Мне конкретно здесь нравится форма клинка. Вот здесь уже мы говорим с вами о симметрии, здесь мы говорим о симметрии прям подчеркнутой, да, и вот конкретно здесь не хватает еще обоюдоострой заточки для того, чтобы это уже прям конкретно было страшная такая вот игрушка. Но, увы, увы, друзья мои, точить эту вторую сторону, во-первых, мало того, что незаконно, да, во-вторых, это просто-напросто опасно, так как в закрытом состоянии нож выглядит вот так. Соответственно, залезете в карман, если вдруг у вас будет заточена вторая сторона, да, то просто-напросто обрежетесь. Что касаемо механики, ну, по механике здесь все работает как и должно, здесь подшипничек высевом, на флипер еле-еле давим, и все под своим весом у нас с вами выпуливает. Ну, плюс, конечно же, учитываем то, что здесь очень качественно, опять же, настроен шарик детента, ну, в целом механика здесь настроена достаточно хорошо. Касаемо материалов, я уже сказал, что здесь G10 рукояти, но обращу еще ваше внимание на то, что здесь также и G10 бэкспейсер. Ну, и вот у красной версии, да, у нас с вами клипсочка закатана еще тоже в покрытии. Вот, кстати, вот сейчас видно винтики на контрасте с черным цветом очень даже неплохо. Вот такой вот нож Arrow, друзья мои, что переводится как стрела, и действительно нож прям такой стремительный получился. Ну, и я откровенно говорю, что я испытывал в свое время скепсис в отношении компании Dagger, в отношении ножей. Дизайны не совсем мои, но учитывая, что мало я их в руках держал, да, когда вот так вот уже подольше, скажем так, познакомишься, когда побольше посмотришь, понимаешь, что, в общем, что-то в этом действительно есть, учитывая еще вот форму клинка, да, друзья мои, здесь, конечно, ну, прям то, что я очень сильно в ножах люблю, и недаром я снимал видео про кинжальные формы, если вдруг не видели, смотрите вот здесь по всплывашечке, а сегодня мы с вами говорим про ножи Dagger. Следующий нож это модель Pelican. Pelican это уже в плане дизайна совсем другое, это уже вот такой достаточно странного, скажем так, вида нож, да, но при всем при этом довольно-таки харизматичный. При всем при этом еще, друзья мои, отмечу такой момент, что рукояти ножей Dagger, они плюс-минус, да, вот в общем стиле выполнены, то есть база здесь плюс-минус одна, вот опять же обращу еще ваше внимание на модель Arrow, да, если здесь у нас с вами идет черный бэкспейсер, да, давайте лучше покажу на красной версии, так будет нагляднее. Вот на красной версии видите, да, как вот идет бэкспейсер, если его убрать, то мы с вами получаем ту же форму, да, и понимаем, что в общем-то ножи по рукояти и по эргономике будут достаточно похожи, но лишь за исключением того нюанса, что Arrow это все-таки у нас с вами флипер в данном случае, а Pelican это у нас с вами мануал, причем мануал такой прям стопроцентный, со шпеньками под левую, под правую руку, и в общем-то нож, ну, можно назвать амбидекстерным, так как еще и клипса здесь переставляется, но в качестве замка выступает опять же лайнерлок, который для левшей, ну, не знаю, друзья, как левши живут с праворукими лайнерлоками, потому что, к сожалению или к счастью, я не левша, но если вы вдруг, левшая, у вас есть нож от Даггерс с лайнерлоком, обязательно пишите в комментариях. Касаемо формы клинка, я хочу сказать, что, друзья мои, вот сделать такую форму клинка, это надо, конечно, обладать недюжей смелостью, потому что все-таки дизайнерские ножи, они, безусловно, имеют место быть, но учитывая, что ножевая среда, вот именно, что ножеманные люди достаточно такие консервативные во многом, но опять же нельзя отрицать того, что компания Даггер в этом плане большие молодцы, они умеют пробивать вот эту стену, скажем так, непонимания каких-то дизайнов, да, и за счет чего, собственно говоря, плодят совершенно безумные дизайны, о которых мы, кстати, еще попозже поговорим, здесь есть пара ножей, о которых я, ну, готов говорить достаточно долго, но учитывая, что сегодня обзор беглый, так что сегодня все довольно быстро, друзья, если что, кстати, ссылочки все в описании, обязательно переходите, смотрите, если нужны характеристики, я постараюсь их, конечно, по максимуму дать в инфографике под крупными планами ножей, но, увы, друзья, не обещаю. Возвращаясь к пеликану, что касаемо эргономики, да, если здесь мы говорим про эргономику, касаемо открывания ножа, то здесь, в принципе, все на достаточно высоком уровне, но есть один нюанс, который я выделил лично для себя, и касается он закрывания ножа. Когда у нас с вами идет вот такой провал по линии обуха, да, что у нас происходит? То есть мы с вами проваливаемся в эту линию, соответственно, тянемся мы дальше, скажем так, к клинку, и вот здесь происходит момент, когда мы отпускаем уже клин, да, и, соответственно, происходит то, что он впивается в палец, либо складывается на палец, и вот этот момент, как сказать, его нужно все-таки учитывать, да, ну, вернее, даже не учитывать, к нему нужно привыкнуть, и все-таки складывать, конечно же, упираясь, под эти самые шпеньки, да, потому что все-таки здесь это в моменте складывания чувствуются лучше, палец никуда не проваливается, никуда не тянется, да, и, соответственно, дальше уже абсолютно беспроблемно нож складывается. Вот повторюсь и скажу еще раз, что вот с подобными дизайнами, конечно, работать это достаточно смело, но, опять же, компания Dagger умеет, и, как мы с вами видим, достаточно неплохо это дело практикует. Ну, а следующий нож, это будет модель Sting, тоже хорошо вам всем знакомая, но начну я сегодня с модели Sting автоматической. Автоматическая версия выглядит у нас с вами вот так сегодня. Это у нас натуральная G10, так называемая. Ну, и давайте сразу для сравнения достану второй Sting, который я сегодня взял, версию Stormtrooper, то бишь штурмовик из «Звездных войн». Называется он так, потому что нож у нас с вами черно-белый. И вот тут, друзья, я должен компанию Dagger немножко поругать. Должен поругать ее за реализацию, конечно же, автоматики на ноже Sting. Я прям очень ждал вот эту конкретно автоматическую версию, чтобы подержать в руках, посмотреть, как это работает, как это устроено. Ничего не могу поделать, люблю я автоматические ножи, но то, как здесь реализована кнопка, вы меня, конечно, извините, это никуда не годится. Это, друзья мои, правда, это вот даже, если представители компании Dagger будут это смотреть, это, правда, конструктивная критика, я думаю, что вы сами прекрасно об этом знаете. Кнопочка сама по себе довольно маленькая, она очень глубоко утоплена, причем вокруг нее не сфрезерована какого-то широкого паза для того, чтобы можно было большим пальцем, подушечкой туда провалиться. И по факту, когда прожимаешь кнопку, она еле-еле утапливается, сравнивается по уровню с накладкой из G10, и дальше происходит то, что я жму-жму-жму, и прожать кнопку не могу. Соответственно, приходится как-то ногтем туда подлезать, и вот только тогда нож уже у нас с вами открывается. Я бы, безусловно, не знаю, насколько я могу это делать, насколько это позволительно, рекомендовал бы обратить все-таки внимание на то, как реализованы кнопки, скажем, на тех же самых кершу лончер, потому что там, опять же, нет никакого предохранителя, ничего такого там нет, но кнопочка очень грамотно там сделана под, заподлицо с, по факту, накладкой, но там есть вокруг нее специальная такая выборочка, за счет которой у вас туда проваливается все-таки подушечка большого пальца, и нож без проблем каких-либо открывается. Но при всем при этом форм-фактор ножа, опять же, довольно-таки приятный, и обратите внимание здесь на геометрию клинка, и здесь уже вот спуски реализованы достаточно интересно. Опять же, есть здесь намек на симметрию, но все-таки это вот ровно то, о чем я говорил в видео про кинжальные формы, когда производитель, закладывая в базу кинжальную форму, именно вот симметричную, скажем так, симметричную форму клинка, делает из этого ножа все-таки нож, а не кинжал. У нас отсутствует ребро по центру, у нас все-таки здесь прямые спуски, причем достаточно высокие, нужно отметить, и, соответственно, этот нож видно, что он задумывался именно как такой заправский резачок. Что касаемо длины клинка, обращу ваше внимание, друзья мои, что здесь длина клинка у автоматической версии и у мануальной отличается. Я вот постараюсь вам это показать, ну и, конечно, постараюсь еще в инфографике также это все дело отразить. Но по рукояти здесь разница не совсем большая, то есть, вот я надеюсь, вам будет сейчас видно, насколько здесь разница и по длине рукояти. В целом модель достаточно приятная. Повторюсь, что сделано это именно для того, чтобы резать, чтобы этот нож именно что не имел своей основной задачей, не укол, а все-таки рез. Ну а говоря и возвращаясь к автоматической версии, я скажу только то, что все-таки я очень надеюсь, что компания Dagger доведет эту самую кнопку до ума и сделает чуть более резкую механику. Так как здесь все-таки ножичек немножечко ленивый получился, хотелось бы что-то все-таки более резвое. Тем более, что, опять же, Dagger умеет у нас с вами во фронталке. Да, фронталки у них достаточно резвые, достаточно мощные. Так что, я думаю, что проблем с решением данного вопроса у компании возникнуть не должно. Вот такая вот, друзья мои, моделька Sting. Я думаю, что тоже многие из вас ее уже держали в руках. Скажу лишь то, что, опять же, это G10 и там, и там. Д-2 и там, и там на клинках. Ну и в целом абсолютно рабочая такая вот история для тех, кому хочется что-то вот такое достаточно эффектное у себя иметь. И даже вот возможность автоматического ножа, иметь автоматический нож, прошу прощения, компания Dagger нам с вами дает. Следующая модель от Sting XL. Как вы понимаете, то же самое. Только больше. И у меня еще плюс ко всему. Сегодня лимиточка для обзора. Это нож в стали MagnaCat. И в такой вот камуфляжной рукояти. И вот здесь по всем ощущениям эта модель напоминает мне вот по своим даже габаритам, по своим основным характеристикам. Мне напоминает, конечно же, Spider-Con Military. Но только чуть более эргономичную, чуть более, скажем так, продуманную с точки зрения эргономики. Ну и, конечно, еще с точки зрения клинка здесь все сделано чуть более, скажем так, тактикульно. Хотя бы обратите внимание на кончик. Если у Милитари это такой чистый резак, то здесь, друзья мои, это прям такая ковырялка бодрая. Ну и, конечно, касаемо реза. Здесь, опять же, обратите внимание на то, как сделаны спуски. Да, все как на заправских резаках должно быть. В моем понимании эта штука работать будет очень даже неплохо. Учитывая плюс еще, что здесь магнокат. Это должно, в общем, относительно неплохо резать. Ну и, опять же, я сказал, что таким ножом можно что-то ковырять. Вспоминаем, что магнокат, он достаточно прочный сам по себе. Так что, я думаю, что с таким ножом это вполне себе посильная задача. В общем, друзья мои, если вдруг вам интересно, как это выглядит в сравнении, скажем так, по габаритам, да, вот, пожалуйста, вам также сравнение габаритов. Ну, конкретно, да, здесь конкретно XL-ная версия больше. Повторюсь, эта лимитка, она, конечно же, учитывая еще и материалы, она, безусловно, будет дороже, чем все стоковые версии. Но на то она, в общем-то, и лимитка, чтобы быть желанной, быть редкой, да, и требовать себя в коллекцию к людям, которые этим всем делом увлечены. Следующий нож это модель Sparrow. Тоже, думаю, вам хорошо знакомая. Но вот здесь уже немножко другая рукоять, вообще немножко другая концепция ножа. Сама по себе также натуральная G10. Также у нас с вами здесь такой черный клиночек из D2. Тут же еще должен сразу, да, друзья мои, прошу прощения, отметить, что модель у Dagger может выпускаться в разных материалах. Есть версии с WG10 у некоторых моделей, есть версии с D2. Так что, если будете на нашем сайте листать каталог, обязательно обращайте на это внимание, да, что материалы могут быть немножечко разные. Ну и плюс, опять же, еще многие модели выпускаются в разных цветах, да, с покрытием, без покрытия, разные цвета накладок. Так что, повторюсь, на любой практически вкус вы себе ножик там найдете. Здесь уже нож реализован с флипером немножечко по-другому. Здесь такой вот он то ли торцевой, то ли обычный. То есть, здесь такой гибрид флипера сделан. И, что приятно, на нем присутствует очень мелкая насечка для того, чтобы палец имел сцепление с флипером, да, и клиночек без проблем открывался. Говоря про эргономические моменты, здесь, опять же, продумана насечка на обухе для большого пальца. И здесь уже вот обращу внимание, друзья мои, как раз-таки на то, о чем я говорил на автоматическом стинге. Здесь уже кнопочка сделана как раз-таки с выборкой. Да, я вот постараюсь вам показать. Надеюсь, вам будет видно, учитывая, что это же 10-я полупрозрачная. Здесь уже есть выборочка. Это у нас с вами типа баттон-лок, да, но там внутри у нас с вами лайнер, который отжимается этой самой кнопкой. Вот сейчас я постараюсь вам тоже показать. Вот сейчас должно быть видно. И, соответственно, клиночек у нас с вами без проблем складывается. Вот тут с эргономикой уже все совсем по-другому. Здесь уже нет ярко выраженных подпальцевых выемок. Здесь уже присутствует такой вот момент, что палец может немножечко уехать вперед или же чуть-чуть назад, да. Вот тут откровенно признаю, нож не под мою руку, хотя габариты плюс-минус то, что я предпочитаю, да. Но все равно, друзья мои, вот повторюсь, да, что у дайкера действительно много фанатов и кому-то даже вот подобная, скажем так, проблема, как вот такая эргономика, да, это вообще ни разу-то и не проблема по факту. Я вот к подобным вещам отношусь настороженно, да, так что вот повторюсь, немножко не лежит нож у меня в руке. Что касаемо реализации замка, ну тут, в принципе, схема проверенная уже давным-давно, да, все работает как и должно работать. Плюс, конечно, на подшипничках все, клиночек здесь летает, но мне вот тут откровенно очень нравится, как сделан флипер. Здесь, правда, флипер сделан очень по уму, прям насечка вот ровно такая, как и надо, и палец здесь сцепляется с флипером, как и должно. И вот что касаемо открывания, да, все как надо, друзья мои, все как надо. Здесь вот к механике, к вопросам открывания, проблем, вопросов, нареканий вообще никаких лично я не вижу. Но ваше мнение, опять же, вы всегда можете выразить в комментариях под этим видео. Мы все читаем и даже стараюсь периодически вам отвечать. Следующие два ножа, это модель Ronin и Quiger. Почему я их сразу два беру? Да потому что они построены, опять же, на базе одной рукояти, но отличаются они формой клинка. Сейчас все увидите, здесь, в принципе, такая восточная, опять же, тема. Если быть точным, то японская. Да, один клинок у нас, это такой вот танто, скажем так, квайкиноподобный, да, ну, собственно, нож и называется Quiger. А второй клиночек, это у нас с вами вот такой вот американский танто. По габаритам ножи одинаковые, да, отличаются лишь по, скажем так, ширине клинка, ну, и рискну предположить, что немного по весу. Друзья мои, вот давайте вот так вот эти два ножа положу, надеюсь, вам будет видно, постараюсь приблизить, и сюда же дам еще плюс ко всему инфографику, да, какую-то минимальную. Что касаемо этих двух моделей, я скажу так. Здесь, опять же, вот другая рукоять, но эргономика продуманная так же, как и на ножах, которые вы увидели в начале ролика. Здесь уже присутствует и подпальцевая выемочка достойная, да, здесь уже и флипер также венчает эту подпальцевую выемку в качестве подпальцевого упора, и, соответственно, по эргономике здесь все плюс-минус. Так же, как у первых моделей, да, у первых ножей сегодняшнего видео, из Discover Line, все довольно удобно, все довольно комфортно, но есть такой момент, что насечка на флипере, она сделана грубовато, да, и она вот упирается в, упираясь в указательный палец, да, все-таки достаточно сильно чувствуется. Но, опять же, опять же, друзья мои, здесь перехватились, чуть-чуть подальше, поближе взялись, да, и, соответственно, все у нас с вами становится хорошо. Мне, конечно, больше по душе все-таки Квайгер, он с точки зрения вот абресов, линий, форм, да, всего, вот, ну, говоря о клинке, он мне, конечно, больше близок, мне больше нравится, все-таки такой более утонченный он, да, плюс еще, по-моему, у даггеров есть фронталка с подобным клинком, так что, друзья мои, в следующий раз обязательно, говоря про даггер, будем говорить про фронталки, надеюсь, и плюс еще какие-нибудь интересные новиночки. В общем, вот такие вот два ножа с азиатским уклоном, скажем так, да, один с Американ Танто, второй такой вот Квайкин. Выбирайте, что вам больше нравится, друзья мои, я здесь свое мнение, конечно, не навязываю, но повторюсь, что все-таки Квайгер лично мне нравится немножечко больше. Продолжим также ножами, построенными на базе одной и той же рукояти, но с некоторыми отличиями, и модели также называются немножко по-разному. Я говорю про модель Parrot, Parrot Nestor и про модель Anaconda. Давайте сначала открою, и потом вам их покажу. Что ж, знакомьтесь, друзья, это у нас с вами Anaconda, это у нас с вами Parrot Nestor, а это просто Parrot. Чем же отличаются эти три ножа? Я уже сказал, что построены они на базе одной и той же рукояти. Давайте также вам поставлю какую-нибудь, ну давайте Nestor'а поставлю вам вот сюда, чтобы было интереснее. Обращу внимание, что здесь также у нас с вами кинжальный клинок, да, кинжальной формы, прошу прощения, кинжальной формы клинок. Также присутствует ребро по серединке, а вот у модельки Anaconda клиночек вот такой вот типа Reverse Tanto. Ну а у просто модели Parrot у нас с вами клиночек вот с такими вот достаточно высокими, с прямыми спусками. Говоря еще про отличие этих моделей друг от друга, обращу ваше внимание на то, что здесь присутствует вот такой вот фиксатор, да, это предохранитель, чтобы нож у нас с вами не сложился. Да, то есть вот, пожалуйста, я жму на кнопочку замка и, собственно, ничего не происходит. У модели же Parrot такой предохранитель, как вы можете видеть, отсутствует. Соответственно, клиночек складывается совершенно простенько, да, нажимая на кнопку замка. Замок здесь также у нас с вами, это, как можете видеть, внутри лайнерочек, да, отжимается с помощью вот этой кнопки и, соответственно, нож складывается. Также здесь виданный уже сегодня флипер, как на модели Sparrow. Ну, в общем, Sparrow – воробей, Parrot – попугай. Попугай вышел чуть-чуть побольше. И вот тут, кстати говоря, тоже, друзья, такой момент хочу отметить. Это не конкретно к компании Dagger, а вот вообще в целом вот эта вот тенденция называть ножи названиями всяких разных птиц, животных, рыб и так далее. Вот честно, вот мне это уже, ну, начинает надоедать, мягко говоря, когда, в общем, можно придумать названий намного больше всяких разных интересных. Ну, опять же, я ни на что здесь не претендую, это лично мое мнение. И, говоря про модель Anaconda, вот что мне здесь конкретно нравится, это то, что этот нож выпущен в фиолетовом цвете. Вот фиолетовые накладки в последнее время вызывают, по-моему, не только у одного меня восторг, да, и вот здесь это сделано, в моем понимании, очень-очень правильно. Да, вернусь к замку, также у этих трех ножей есть фишка, которая их объединяет и заключается она в следующем. Обратите внимание на то, что здесь присутствует отверстие, в которое, ну, казалось бы, должно что-то вставляться и, в общем-то, это не кажется, друзья мои. В открытом состоянии мы с вами выкручиваем из ножа вот этот вот шпенечек, который закручен на несколько оборотов и, соответственно, вставляем его в это самое отверстие и закручиваем. И получается так, что он входит в флиппер, вернее, в отверстие, которое у нас с вами во флиппере, и, собственно говоря, превращает этот нож, ну, хочется сказать, буквально в фикс, но все-таки нож-то по факту у нас с вами складной. Да, но, тем не менее, вот два таких предохранителя, да, вот в данном случае на Нестере, или же вот на Анаконде, или вот один такой вот предохранитель на Перте. Что лишним не будет, учитывая размер данного ножа, и когда вы будете что-то им, скажем так, ковырять, ибо, опять же, кончик здесь это дело позволяет, чтобы нож вам просто-напросто на пальцы не сложился, так как все-таки замок здесь типа линейного, напомню, да, и все-таки как-никак это лайнер. И лайнеры имеют все-таки свойство при тяжелых работах складываться, что может нанести достаточно неприятные последствия, скажем так. В целом, ножи, опять же, эргономичные. Здесь уже, обращу внимание, вот была моделька у нас с вами Sparrow, да, Sparrow он небольшой, здесь плюс-минус по рукояти примерно то же самое, только больший. Вот здесь уже конкретно нож в руке лежит, потому что все-таки уже под пальцевой выемкой есть, да, и есть во что упереться. Здесь мощнейшая насечка на толстенном обухе, да, в общем-то, с точки зрения эргономики, с точки зрения какой-то безопасности использования, этот нож лично мне внушает много больше, все-таки, доверия, чем его младший, скажем так, брат. Ну, наверное, это не очень корректно, хотя, учитывая, что ножи одного производителя, наверное, можно будет так сказать. Переходим к следующим ножам. И следующие ножи, это такая относительная новинка от компании Dagger Nives, это модель Navajo. Здесь уже комплектация побогаче, скажем прямо, здесь уже у нас с вами ножи идут, вот в таких вот чехольчиках. Чехольчик это всегда приятно, и обратите внимание, что коробка здесь, конечно, сама по себе тоже намного больше, чем на предыдущих ножах. Navajo выпускается также в двух вариантах клинка, Classic и Combat. Вот, сейчас я вам их и покажу. Это у нас с вами версия Combat, да, обратите внимание, что здесь клиночек такой, не классической, Навахе, да, и плюс еще здесь присутствует у нас Dol. А вот классику, оно на то и классику, чтобы выглядеть как самая-самая узнаваемая Navajo. Вот такой здесь уже клинок, да, то есть узнается прям Наваха. Вообще, отмечу такой момент, что у компании Dagger есть большая, судя по всему, любовь к большим ножам. Я вот не могу сказать, что я люблю вот что-то такое, да, и в моем понимании, вот самая классическая, скажем так, Наваха, которая выпускалась вот в подобном размере, и самая мной любимая, да, это все-таки Испада в богатом исполнении от компании Cold Steel. Но мы с вами сегодня говорим про ножи рабочие, про ножи довольно бюджетные, да, относительно, опять же, бюджетные. Давайте вам поставлю, чтобы было приятнее слушать, интереснее смотреть. И все-таки дам, наверное, еще сюда инфографику по габаритам, чтобы все-таки было понимание, что же это за ножи. Отмечу то, что здесь уже стали VG10 на клинке, что в версии Combat, что в версии Classic. Также обращу ваше внимание на то, что здесь также присутствует предохранитель, для того, чтобы можно было защелкнуться, и чтобы нож не сложился вам на пальцы, так как здесь, опять же, замок у нас с вами линейного типа. Ну и, конечно же, уже, опять же, знакомый вот этот вот флиппер, то ли фронт, то ли обычный, который вот правда, друзья, вызывает у меня уважение, ибо открывать ножи правда удобно. Тем более, учитывая габариты вот этих клинков, да, учитывая их длину, учитывая массу, все же здесь все очень выверено, и клинок открывается без каких-либо проблем. Да, приходится прикладывать усилия, безусловно, но все работает, как и должно. Сам по себе нож еще отличается от предыдущих, увиденных нами за сегодня, да, это вот свои клипсы. Клипсы здесь такой вот циклоп, да, это тоже стилизация черепа, но только вот такой вот одноглазый. Вот здесь клипс титановая, что крайне приятно. И плюс еще отмечу темлячное такое вот ушко здесь, которое подвижное, да, которое можно двигать, как вам удобно. Двигается оно достаточно грубо, но я думаю, что со временем, в принципе, все здесь должно расходиться. И, в принципе, вот темляк на такой нож, это, друзья мои, должно быть, ну, должно быть крайне эффектно. Это еще плюс визуальное увеличение ножа. Но отмечу такой момент, что все-таки здесь, ну, прям, правда, много ножа. Прям ножа, скажем так, такого прямолинейного, да, достаточно, правда, прямого. И вот обращу ваше внимание на то, что никаких, опять же, подпальцевых насечек здесь нет. Ой, прошу прощения, никаких подпальцевых выемок здесь нет. И вот с точки зрения эргономики, ну, наверное, я все-таки зануда, да, но я должен это сказать, что мне откровенно хотелось бы какой-то большей надежности, какой-то большей уверенности в удержании данного ножа. Но, с другой стороны, вспоминая классические навахи, тут критиковать этот момент, правда, сложно. Вероятно, я, правда, вот такой сноб, да, мне надо, чтобы было прям максимально ухватиться, безопасно, чтобы пальцик куда-то уперся. Ну, здесь этого нет, ну, нет и нет, что называется. Нож, безусловно, очень харизматичный, очень большой, очень яркий, учитывая, собственно говоря, цвет накладок из G10. Но все-таки вот форма классику мне, конечно, нравится здесь намного-намного больше. И есть еще одно небольшое отличие у этих ножей, а именно насечка на обухе. Обратите внимание на то, как реализована насечка на обухе модели, вернее, версии классику, да, и как насечка реализована на версии комбо. То есть, здесь насечки намного-намного меньше, чем у классики. А вот насечку-то я очень сильно люблю, и вот здесь, учитывая длину клинка, да, здесь, в принципе, можно размещаться, ну, практически до середины клинка, что и сцепление с большим пальцем здесь будет достаточно уверенное, в отличие от версии комбо, где, в принципе, насечка заканчивается, да, практически не успев начаться. И здесь, в принципе, ну, если хотите надежности, то вот ваш, пожалуйста, хват, друзья. Но, опять же, это интерпретация кинжальной формы клинка, это вот тоже свой шарм, безусловно, в данном ноже имеет. Ну, и уже выходим с вами на финишную прямую. Остается у нас с вами два ножа. Следующий нож – это моделька «Кондор», на удивление, поставляющаяся просто вот в такой белой коробке. Но в коробке нас с вами ожидает вот такой вот фирменный также чехольчик от компании «Даггер» с карабинчиком, с вот такой вот ручкой для переноски. Зачем это сделано, честно, ни то, ни то объяснить не могу, но тем не менее. В чехле нас встречает нож, и это уже, друзья мои, даже по весу совсем другая история. То есть, здесь у нас с вами это стальной фреймлок, это классический флиппер, и это, опять же, узнаваемые формы клинка, узнаваемые абрисы. Все тот же самый «Даггер» здесь у нас буквально кричит о том, что это вот ножи компании «Даггер». Прошу прощения за каламбур. Вот тут уже могу сказать так, что с эргономикой порядок, с насечкой на обухе беспорядок, ее здесь нет, но в целом обращу внимание на форму клинка. Мы уже примерно это с вами сегодня видели на модельке «Пэрт». Только здесь немножечко ножа будет побольше. Вот, надеюсь, вам будет видно, постараюсь как-нибудь так вот свет поймать. Да, да, друзья мои, я, конечно, не перестаю поражаться вот все-таки размером ножей. Здесь, кстати говоря, по железке на клинке уже все еще и тоже поинтереснее. Здесь 154CM, слегка подвогнутые спуски. И все тоже в полном порядке с механикой. Но фреймлок, учитывая, что это все-таки стальной фрейм, да, он здесь достаточно тугой. Да, и вот отжимать его, ну, несколько, скажем так, проблематично. Но, опять же, это все дело привычки. Это все вот вопрос такой. Это я, друзья мои, не обращайте внимания. Это просто я немножко снобствую, да, потому что надо же до чего-то мне докопаться. Ну, и такой еще интересный момент, что в стальном фрейме установлен еще и сухарик. О чем свидетельствует вот с внешней стороны на фрейме винтик, да. Ну, и если внутрь туда вот заглянуть, то там, в принципе, все видно. Что приятно, друзья, что приятно, это то, что фрейм все-таки довольно толстый. То, что он все-таки довольно толстый. То, что он залетает, хоть и на начало пяты клинка, но запирает он клинок достаточно уверенно. Так что, в принципе, вот в этом ноже, конечно, уверенность есть. Ну, и обращу внимание еще на трамплин на обухе, да, куда ложится у нас с вами большой палец. И этот момент все-таки хоть как-то нивелирует отсутствие подпальцевой насечки, да. Но все равно, вот учитывая, что клинок не самый толстый, да, размещение здесь, ну, такое, скажем, прямо. Но, опять же, это вот для реза, скажем, в том же самом кухонном хвате, да. Да, если мы возьмем с вами, вот, опять же, щепоточным хватом, да, то резать что-то на плоскости здесь будет достаточно просто, да. Но будет упираться флипер, так что все-таки работать будем, скорее всего, по продуктам протягом. Клинок это у нас с вами в данном случае совершенно спокойно позволяет. Ну, что ж, и будем, наверное, с вами закругляться. Видео и так получилось очень длинным, наверное, даже в какой-то мере нудным. И переходить будем к последнему ножу, который вызывает лично у меня массу, массу эмоций. Так как, правда, вещь необычная, вещь, опять же, большая, вещь тяжелая. Я думаю, что фанаты компании Dagger уже догадались, что я говорю о модели Чинкуэда. Нужно ли что-то здесь пояснять, друзья мои? Я вот, честно говоря, думаю, что нет. Давайте я вам просто поставлю это вот так вот на подставочку, чтобы вы могли это немножко подробнее разглядеть. Надеюсь, будет хорошо видно, так как со светом приходится все-таки играться сегодня. Белая G10. Белая G10, VG10 на клинке. Приятные вот эти вот вставочки. Судя по всему, это алюминий. И я хочу сказать, друзья, что вот это вот в руке держать, правда, очень приятно. Почему? Да, основной вопрос, почему же? Конечно же, из-за веса. Веса здесь 280 граммов. 280 граммов вот этого огроменного кинжалоида. Я, конечно, да, я поражен. Вот это правда, вот это уже выходит, скажем так, из моего понимания дизайна в компании Dagger. Да, и если бы я вот тут должен признать, если бы я не знал, что это нож от компании Dagger, если бы мне его показали, спросили, что за производитель, я бы честно сказал, что я не знаю. Я бы мог предположить, что компания Cold Steel себе может позволить такую дерзость, да, но только не с белой G10, откровенно скажу. Безусловно, нож выпускается в других исполнениях. Я взял самую светлую, потому что на мой личный взгляд и на мой вкус, это правда, нож достаточно визуально легкий, да, и когда вы берете его в руку, тут, конечно, у вас все какие-то ваши представления о нем, они абсолютно полностью рушатся. Вот по поводу этого ножа, друзья, могу сказать так, что если вдруг, если вдруг вы решаетесь его приобрести себе, тут говорить о какой-то эргономике, о том, что держать его в руках перед покупкой, перед использованием там и так далее, это нож не из той категории, это нож не из категории, которую вот лучше поддержать перед покупкой, нет. Это нож именно, что вот из категории увидел, понравилось, купил, получил, взял в руку, кайфанул. Эмоций масса, насколько это рабочая история с точки зрения вот именно повседневного ношения, какого повседневного поюза. Я тут даже рассуждать на эту тему не буду, потому что мир держится, конечно, на безумцах, да, которые такими вещами пользуются, а не на таких, как я, которые любят подобные вещи все-таки коллекционировать и ставить на полку. Ну и честь и хвова, друзья, честь и хвова, если вы пользуетесь этим ножом на повседневке, если вы действительно, вот что называется, кайфуете в полный рост. Больше мне сказать по поводу этого ножа нечего, потому что здесь, опять же, это вот чистые эмоции, это чистый кайф от самого изделия, от веса, да, от вот этой кондовости, вот. Ну, в общем, правда, вот это, вот это меня действительно покорило. Что же, какие же эмоции принесут мне фронталки от компании Даггер? Остается только гадать, потому что я, честно говоря, держал их фронталку один раз в своей жизни, больше не доводилось и надеюсь, скоро этот момент исправить. Какой нож есть у вас от компании Даггер? Обязательно пишите в комментарии, какой понравился из сегодняшнего видео. Также черканите в комментарии, интересно посмотреть, интересно будет почитать. Ну, как вы поняли, вот это, а именно Чинкуэдо, это мой фаворит сегодня. Это правда много ножа, правда ножа кайфово. Берешь в руки, понимаешь то, что вещь. В общем, как-то так, друзья. Жду вас в комментариях. Всем спасибо за просмотр. На сегодня у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.